Чуть больше недели до Нового года в это время обычно принято подводить итоги, как развивался рынок недвижимости края и города Новоалтайска, какое жилье интересует горожан и что могут им предложить застройщики. Эти вопросы адресуем сегодня Геннадию Журавлеву, руководителю Новоалтайской строительной компании ГАРМ-3. Здравствуйте, Геннадий Михайлович, рада вас видеть, с наступающим Новым годом. И теперь уже непосредственно к теме. Можете ли вы констатировать тот факт, что рынок недвижимости Новоалтайска вышел из кризиса, потому что барнаульские застройщики и риэлторы уверенно очень об этом говорят? Ну, последние месяцы увеличилась продажа квартир у нас. Примерно сентябрь, октябрь, ноябрь, вот в декабре сейчас тоже. Но это, в общем-то, собственно, каждый год так. Примерно март-апрель-май, потом опять затишье. Но в этом году, значит, людей больше покупают, чем в прошлом году. То есть все-таки можно сказать, что и в Новоалтайске тоже? Немного, немного. Но Новоалтайске у нас что? У нас Новоалтайске не то, что в столице. Здесь, конечно, рынок, более спрос здесь больше, чем у нас. Все-таки вы строите для Новоалтайска? Для Новоалтайска. Но это люди, видите, они не знают, что Новоалтайске это лучший район города Барнаула. Теперь вот они узнают об этом. Потому что некоторые барнаульцы у нас покупают квартиры, и они, в общем, очень довольны. То есть достаточно много покупают барнаульцев? Конечно. Ну, не сказать, что много, но процентов, так, примерно, 7-8 покупают. Потому что добраться до Барнаула без пробок, спокойно, значит, 20-25 минут, пожалуйста. А вот вы сказали о том, что Новоалтайск это район города Барнаула. А вот все-таки какие районы Новоалтайска пользуются спросом у жителей вашего города, может быть, у барнаульцев? Ну, район стройки в основном сейчас, потому что там, в общем-то, центр на сегодняшний день. Раньше было в районе вокзала, а теперь здесь, на стройке. Интерес, к какому жилью проявляют жители Новоалтайска, жители Барнаула, когда хотят приобрести у вас жилье? Потому что в Барнауле это жилье повышенной комфортности все-таки. Ну, и у нас, если раньше вот уходили сразу маленькие квартиры, студии однокомнатные, небольшие. Раньше это несколько лет назад. Ну, допустим, 2-3 года назад. Ну, почему вот сейчас, последние года. А вот в этом году уже, значит, спрос стал на трехкомнатные, 60-65, вот такой самый спрос. На двухкомнатные, до 50 квадратов, нормальные, обычные двухкомнатные квартиры. И есть спрос уже и на большие квартиры, 88 квадратов, 83 квадратных метра. Такие вот строятся в Новоалтайске. А есть ли спрос на малоэтажное строительство? Узнавали вы? Да, узнавали, но, в общем-то, нет спроса. Потому что строить, капитально строится, малоэтажное строительство. Вы имеете в виду типа коттеджи, да? Да, да, да. Нет, строили там, но спроса нет особого. А как вы считаете, почему? Потому что дорого получается, кажется людям. И старается каждый построить в основном сам. И спрос на землю. Какой бы вы совет дали, может быть, людям, которые планируют приобрести жилье, как выбрать правильную строительную компанию, не ошибиться, компанию с хорошей репутацией? В каждом районе, в каждом городе в основном люди знают строителей. Кто отработал не один десяток лет, и в Арнауле есть организации, много, которые на слуху. А те, кто пришел, лишь бы вдруг думают, сорвем деньги. Так вот, у нас два дома обманутых дольщиков на Алтайске. Если один вопрос по Демидовскому парку решился, администрация тут, в общем-то, там занялась этим домом. А по второму, Юж-Сибат, пока вопрос не решился. Там сто человек с лишним обманутых дольщиков. Понятно. То есть должна быть какая-то годами проверенная компания? Конечно. Каковы ваши прогнозы, касающиеся строительного рынка на будущий год? Ждут ли его какие-то потрясения, или, может быть, все-таки все будет хорошо и спокойно? Ну, особых потрясений, я думаю, не будет, потому что в основном строители, основные и по краю, и по Барнаулу, и также и у нас на Алтайске, значит, уже заранее заложили фундаменты, взяли разрешение на строительство еще до нового закона. Значит, пока долевое строительство будет продолжаться и в следующем году. Конечно, проблемы будут, потому что своих средств может не хватить построить, придется брать кредит в банке. А кредит в банке, значит, плюс на дольщиков увеличение цены квадратного метра. Но вы с оптимизмом все-таки смотрите в будущее? Конечно, я думаю, что строители, те, которые давно работают, значит, стоят крепко в своих организациях, то выдержат. Ну, я желаю вам успехов. Спасибо. И удачи вашей компании, и с Новым годом наступающим. Спасибо. И вас с Новым годом. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Геннадий Журавлев, руководитель одной из строительных компаний города Новоалтайска. Новоалтайска.